Алексей Станьковский из того поколения мальчишек, которые больше помнят себя с компьютером, чем без него. Курсант признается, что поступив на военный факультет, сразу ощутил, что учиться предстоит очень много. Первые два курса у нас было уделено внимание общим предметам. Сейчас с третьего курса начались более специальные предметы. Основное внимание уделено системам телекоммуникации, системам передачи, направляющим системам телекоммуникации. Много предметов по специальности математических программирования есть. На факультете курсанты получают образование по двум направлениям – инфокоммуникационные технологии и радиоэлектроника. Спрос в войсках на таких специалистов чрезвычайно высок. Цифровая техника прочно обосновалась во всех сферах жизни армии. Стационарная система у нас сейчас практически вся перейдена на цифровую. И сейчас, скажем так, большими темпами переводится полевая составляющая именно вооруженных сил на цифровую технику связи. Мы стараемся и работать на опережение, и готовить специалистов уже на той технике, которая придет завтра в войска. Востребованы военные программисты и в войсках ПВО не только как специалисты узкого профиля, но и как сильные инженеры-аналитики. Нужен инженер, который быстро и динамично бы реагировал на изменения в развитии техники. И в конечном итоге сам мог стать заказчиком, либо разработчиком данного образца. Чтобы не отстать от веления времени, мы в 2013 году открыли два направления специальности, которых сделали упор именно на информационные технологии, именно на программирование, именно на связь телекоммуникационных технологий с программированием. В итоге у выпускников военного факультета Багуир сразу две специализации – военная и прикладная в сфере IT. А это сегодня более чем широкие возможности для реализации. Иван Михайлов, Наталья Гаврусик, Владимир Добриян, телекомпания ВоЕН-ТВ. Специально для программы «Наше утро».